Вот так выглядит то, что мы должны увидеть в почтовых ящиках в июле. В отличие от прошлой платежки, здесь не 8, а 6 разделов. Первый – сведения о вас и управляющей компании. Второй – показания счетчиков. Третий – расчет платы. Плюс сюда добавили капремонт. Раньше он шел отдельно. Четвертый раздел – справочная информация. Пятый – для тех, кто попросил рассрочку платежей. Здесь коммунальщики по заявлению должника разобьют долг на ежемесячные платежи. В шестом разделе, также важен для потребителей, коммунальщики будут писать, за что и почему они сделали перерасчет. Он может быть как в пользу жильцов, так и в пользу коммунальщиков. Отдельным столбцом 12-м теперь стали авансы или задолженности, а после них теперь стоят штрафы и пени. Причем не только потребителей. В отдельном столбце коммунальщики будут прописывать, сколько они вам должны, если оказали некачественные услуги, например, не дотопили дом. Здесь же, в третьем разделе, информация, на какие счета уходят наши деньги. В отдельных столбцах будут прописаны названия, реквизиты, номера банковских и лицевых счетов ресурсников. Отдельная строка появится и для вывоза мусора. Но заполнять ее коммунальщики начнут с нового года, когда будет определен региональный оператор. Сейчас эта строка входит в коммунальные услуги. Именно так платежка может выглядеть не у всех. Управляющие компании могут изменить ее дизайн. Не пугайтесь. Форма платежного документа является примерной. Документ может отличаться от примерной формы, которая закреплена приказом, но обязательные требования обязаны содержать.